Здравствуйте, ну вот я и вернулся на Русь. Зима, холода, говно, здесь догорают люди, кости людей, вот все как положено, здравствуйте, мы начинаем новый выпуск, ура, вперед собака. Ребята, вы сейчас правда подумали, что я к вам с Ролатину дай приехал. Я просто локацию изменил, я все еще на Мальдивах, вот, ну я не поеду, короче, пизду, у меня еще гамак не лежит. Ну на самом деле я напиздел, в смысле напиздел, что я на Мальдивах еще, я, конечно, на Святой Руси, потому что я без вас не могу долго, а вы без меня можете. Собственно, ну начнем, понятно, мы с чего, начнем мы с наркотиков. Значит, Бердым Мухаммедов, президент Туркменистана, сжег в печи 120 кг марихуаны. Облизнуться хочется просто при этой новости, но тем не менее, вот сжег он в печи. Новый крематорий, значит, построен специально для того, чтобы сжечь там наркотики. Репортаж целый специально вышел по туркменскому телевидению, действительно, новые печи, все, значит, там по последнему слову, и он может сжигать вообще все, что угодно. Людей не сжигают пока, наркоманов я имею в виду, а наркотики уже начали сжигать. Женщина в Бразилии пыталась провести кокаин, значит, сделала вид, что она беременная, обратите внимание, роль беременного живота исполняла арбуз, арбуз был набит кокаином. Ну, понятно, что несчастная тетка, блядь, хотела подзаработать денег, вот таким вот мудовым способом она решила замаскироваться. Ну, значит, в Сан-Паулу ее приняли, естественно, арестовали, ее ждет суд. Не провозите наркотики, зачем это надо? В Калининграде школьница зарезала своего парня и выкинула его с балкона, значит, приехали полицейские, обнаружили, что в квартире наркотики, девушка сама уебанная, девушка сказала, что парень ее избивал, в ответ на избиение она ему нахуй воткнула нос в шею, выбросила его из окна к разговору о феминизме, что у нас вот некоторые женщины могут, как говорится, постоять за себя и за свои наркотики, вот, ну и выбросила его, в общем, из окна. Омерзительная новость. ООН, ООН, Организация Объединенных Наций, исключила марихуану из списка особо опасных наркотиков. Решение поддержали 27 членов комиссии против, высказалось 25 стран, среди них, конечно, Китай и, конечно, Россия. Украина воздержалась. Действительно, нахуй нам марихуану исключать ее из особо опасных. Блядь, не надо нам, зачем? Марихуана, наркотик. 17-летний миллионер, известный бизнесмен с Ямала Александр Матчин. Его задержали в Ноябрьске, когда он, значит, прятал интересную посылку из интернет-магазина. При парне нашли 100 граммов неизвестного порошка. Значит, с порошком сделали экспертизу, оказалось, что это, значит, наркотик. Матчин в регионе знают все. В 16 лет он открыл свой бизнес по продаже значков. У него аж 22 точки. 9 в родном Ноябрьске, остальные в Саратове, Энгельсе, Новом Урдегуе, Сургуте и Якате. Часть доходов Вундеркинд отдавал приютам для животных, а в 2019 году ему вручили местную премию предпринимателей года. МВД проводит проверку, ну потому что, действительно, 17-летний миллионер, разве, блядь, на значках заработаешь миллионы? Ну это, блядь, с кем должны значки-то быть? Ну с боженькой только если. Ну вот по этими такими значками и РПЦ торгуют. Не знаю, непонятно вообще, как можно заработать такие деньги. А на порошке говорят, что можно сколотить состояние. Есть такая организация Почта России. Она одна из любимых наших организаций, наряду с Роскосмосом. Она известна своей вообще высокой эффективностью. Самые быстрые посылки во вселенной, вообще в галактике доставляет Почта России. Ну и вообще Почта России, блядь, доставляет, скажем честно. Значит, они заключили контракт с компанией Эрнст и Янг. Это такие, значит, аудиторы и консалторы. Люди, которые, значит, если вы не знаете, что вам делать с вашим бизнесом, они приходят и говорят, ну вот там 138 тысяч схем, блядь, за 138 хуйлярдов рублей, вот. Ну после того, как вы начинаете эти схемы воплощать, весьма вероятно, что нихуя у вас не получится все равно с бизнесом. В общем, наняли топ-менеджера Почту России, значит, наняли Эрнст и Янг для чего? Стоит задача по определению мотивации членов правления в период исполнения ими своих обязанностей, направленной на повышение заинтересованности и эффективности работы. Переводя с уёбского языка на русский язык, что говорится в этом, собственно говоря, описании работ. Члены правления Почты России довольно хуёво работают, и надо их как-то заставить работать лучше. Ну, почему человек хуёво работает, дайте разберёмся. Честно говоря, тут нехуй разбираться. Человек хуёво работает, если ему хуёво платят. Из чего я делаю вывод, что топ-менеджерам Почты России платят сущие копейки. И вот я полез проверять, и действительно, смотрите, что получилось. Значит, членов правления в Почте России 13 человек. За прошлый год они получили вознаграждение в размере 74,6 миллионов, сука, блять, рублей. Получается, что в среднем на одного член направлений, сообщает база, пришлось по 5,7, почти по 6 миллионов рублей в год. Или по 478 тысяч рублей в месяц. Ну, давайте честно, ребят. Ну, за полмиллиона в месяц кого ты нахуй заставишь работать на Святой Руси? Ну, это же, блять, это вообще что? Ну, это какая-то хуйня просто, блять. 500 тысяч рублей в месяц. Ёбаная срань какая-то. Понятно, почему они целых аудиторов привлекают, чтобы как-то мотивировать. В феврале 2020 года главой Почты России был назначен Максим Акимов, который до этого работал вице-премьером правительства Святой Руси. Значит, Почта России заплатит по его, собственно, распоряжению подразделению британской компании Эрстон Янг 3,5 миллиона рублей, в сущности, хуйню, чтобы западные консалтеры мотивацию для почтового ведомства придумали. Значит, что хочется сказать. Бывший глава Почты России Николай Подгузов или Подгузов, значит, он прославился тем, сообщает база, что купил апартаменты в жилом комплексе Найсбридж Private Park за миллиард рублей. Здесь такая гивень нахуй должна ебнуться, блять, с потолка. В сентябре 2019 года госкомпания заключила похожий контракт с Эрстой Янг на разработку системы мотивации, но только для членов сайта директоров и членов специализированных комитетов при совете директоров. Собственно говоря, что хочется сказать? Когда кот моет, собственно, лапы, это к деньгам, вот, собственно говоря, что хочется сказать. На самом деле нет, хочется задать вопрос, а сколько же получает, например, почтальон в Почте России? И вот что выясняется, значит, в Московской области почтальон получает 12 тысяч в месяц. Это все-таки, наверное, хорошая зарплата, я думаю, что, ну, в кавычках хорошая, это, конечно, копейки, блять. А я думаю, что в каком-нибудь там, я не знаю, Пермской области он получает еще меньше. То есть, путем нехитрых математических делений на калькуляторе делим 74 миллиона рублей, которые, значит, было потрачено на премирование топ-менеджмента Почты России и на среднюю зарплату, значит, почтальона Московской области. И выясняем, что за эти бабки можно в месяц дополнительно было нанять еще 6216 почтальонов. Нихуево так, да? Вот, но понять, конечно, этих людей можно. В принципе, любой из нас, из вас, из меня, может задать себе вопрос, а хули ты мина и впиздишь? Ну, вот, блять, есть организация, но она, блять, работает, да, эта организация? Но зарабатывает она, эта организация, деньги. Ну, тебя ебет, блять, на что эта организация деньги нахуй тратит? Пошел ты в пизду, блять, со своими вот этими сатирическими куплетами. И такой же вопрос я себе задал сам. Вот, и, собственно говоря, я посмотрел, сколько же эта компания заработала за первое полугодие 2020 года, чтобы миллиард рублей потратить на топ-менеджментов. Заработала она минус 7 миллиардов, то есть убыток составил за первое полугодие, чистый убыток составил 7 миллиардов рублей. Вот, ну, вообще, на базе этой интересной очень статьи, потому что дальше там приводятся факты, что работать таким образом, это довольно старая традиция в Почте России. Значит, был такой у них бывший глава компании Дмитрий Страшнов. Он, значит, премии сено выписывал на 95,5 миллионов рублей. Когда прокуратура заинтересовалась этой историей, Страшнов сказал, что премии он, блядь, все нормально себе заплатил, потому что он их рассчитывал из прибыли госкомпании. А прибыль образовалась за счет, значит, 5,5 миллиардов, которые государство выделило Почте России в качестве субсидий. А если бы этих субсидий не было, то убыток был бы у Почты России более 4 миллиардов рублей. Ну, то есть, понимаете, такой заебатый бизнес как бы, да? Когда образовывается убыток, его покрывает государство, но все равно все получают премии, потому что заебись. А нахуя Эрнст и Янг-то, спросите вы, зачем эти мотивационные схемы-то разрабатывать? Ну, как нахуя, ребят? Ну, российские чиновники, они же люди очень грамотные с точки зрения составления бумаг. Сейчас вот к ним можно прийти и сказать, а хули вы такие за премии себе платите? Что, вы ебанулись, что ли? Они говорят, ну, блядь, так вышло. Убили цыганку, так вышло, как пела группа Кровосток. А сейчас они скажут, вы знаете, Эрнст и Янг, уважаемая консалтинговая компания, написала нам схему, как нам мотивировать персонал. Хуяк, все прописано. Извиняйте, блядь, действуем согласно полученным рекомендациям от уважаемой западной компании. Вы же доверяете западному компанию, вот они нам и прописали регламент. Поэтому как бы, вот так мы без регламента платили по хулиарду рублей в год нашим топ-менеджерам, а сейчас с регламентом будем платить. Заебись. Приложение интуитивно понятное, так что нужные товары найти очень просто. Выбирайте категорию. От витаминов и товаров для красоты до медтехники и зоотоваров. Находите подходящие по свойствам и бюджету лекарства из проверенного ассортимента, отправляете его в корзину и оформляете заказ. А если есть какие-то сомнения, за экспертным советом можно 24 на 7 обратиться в чат к фармацевту. В этот же день, а в некоторых районах Москвы даже в течение часа, ваш заказ привезут в ближайшую аптеку, либо прямо к вам домой, без выходных и перерывов на учет. А по промокоду Минаев вы еще и получите скидку 300 рублей при первом заказе от 1499 рублей. Сбер Еаптека. Приложение к вашему здоровью. Скачивайте по ссылке в описании. Глава синодального отдела Русской Православной Церкви по отношению с обществом и СМИ, Володя Легоида, прислал мне ссылку на свою программу Парсуна. Вот, посмотрите, очень короткий отрывок. Неосуждение, да, и закидали учительницу совсем каким-то негативом. Несогласие, да, потому что все мы живые люди. Конечно, учитель может ошибиться, и учитель может попросить прощения, если он не прав, и это абсолютно нормально. Это наша следующая часть, да, мы об этом поговорим. Но не должно быть вот осуждений, критиканством. Лучше сказать, ты знаешь, давай мы, наверное, уточним учителя, ее точку зрения, да, и разберемся в этой ситуации. Значит, его гость Ольга Дмитриева, это директор Шуваловской школы 1448. В какой-то момент, несколько недель, или даже месяцев назад, она написала у себя в Фейсбуке, что вот-вот все рванет и извне, но более опасен для России всегда был рак внутренний. Тогда не нужно будет, значит, ни квартир, ни ды-ды-ды-ды-ды-ды. И, значит, настроим свои будильники московские на 13.55 и северные на 15.55 на каждый день хотя бы неделю. И уединимся на 5 минут, прочтем сердечно с вниманием и покаянием коротенькую молитву о спасении России и нас, грешных. И я, естественно, отключил свой блог и насмехался над этим всяко. Ольга Дмитриева обиделась на меня. Оль, я правда не хотел вас обижать. Собственно, я хочу вот ответную речь сказать, потому что я посмотрел полностью эту программу. Зрителям я не буду ее полностью показывать, потому что там чат, кто хочет, зайдет, посмотрит. Вы там говорите о том, что вот ужас и негодование у вас вызывает то, что люди, значит, какие-то резкие вам комменты писали в ответ, значит, на то, чтобы вы призывали там молиться за Святую Русь. Вот Володя сидел напротив вас и говорил, как же так, вот что за нетерпимость, про права ЛГБТ, значит, можно говорить, а про верующих людей нельзя говорить. Ну, вы, господа, тоже передергивайте. Я вот даже костюм надел специально, чтобы вы потом это не переначали, потому что я до этого был в худи, я сейчас на него посмотрел, обалдел. Там как будто эта звезда сатанинская была перевернутая. Потом бы кто-нибудь из вас добрых каких-то знакомых сказал, что Минаев вас специально троллил в сатанинской, значит, кофте. Я поэтому вот костюм надел. Володь, я что хочу сказать. Я, на самом деле, как ты знаешь, человек вообще терпимый ко всем, поэтому я никогда не троллю людей за то, что они веруют. Я вообще считаю, что люди могут веровать в кого угодно. В Иисуса Христа, в макаронного монстра, да, прости мне такую маргинальную лексику, но, тем не менее, это право каждого из нас. Я троллю людей, которые, на мой взгляд, делают вещи глупые и смешные. Это мое право, так же, как ваше право. Оль, я еще раз перед вами извиняюсь, если я вас обидел. Я знаю, что вы обиделись. И что я вам хочу сказать. Вы вот когда люди, которые в РПЦ состоят или которые являются сотрудниками синодальных отделов, вы когда комментируете жизнь наш, мирян несмышленных, вы же нам указываете или наказываете, или наставляете. Вот надо так, вот надо так, а так не надо, а так вообще не надо, а так вы оскорбляете чувства. Ну, то есть, вы позволяете же себе какие-то заявления и комментарии в отношении нас, людей неразумных. Так позвольте и нам комментарии в ваш адрес. Мы же все дети божьи, правильно же я говорю? Вот, и поэтому я, Володь, ты знаешь мою позицию. Если ты меня пригласишь в свою программу Парсуна, я не просто сижу здесь в блоге квакую. Я могу прийти, спокойно держать дискуссию на любую предложенную тобой тему. И я еще раз повторю, я никогда в жизни не троллил людей за то, что они веруют. Потому что это право каждого из нас. А над смехаться и ржать я тоже могу практически над всем. Это тоже мое право. Храни вас Господь. В Кургане. Значит, депутатов застукали ночью с пивом возле фонтана. Значит, в центре скандала оказались народные избранники из гордумы Шадринска. Значит, горожане узнали, значит, на этом видео. Вот это видео. Депутаты и главврача детской больницы Надежду Шарову. Ее муж депутат Единой России. Также, значит, в попойке МОК. МОК. Написано МОК. Участвовать депутат владелец алкомаркетов Анатолий Педошенко. Вот. Особое возмущение у горожан вызвало то, что компания политиков собралась в сквере победы, которые воздвигнут в честь погибших шадринцев. Ну, у меня два вопроса. Первый. Ебать вам, что, блядь, дома выпить, что ли негде? Чего вы на морозе, блядь, сидите в сквере? Вот. И второй вопрос. Вы понимаете, да, жители Кургана и Шадринска, что если бы это были вы, они депутаты, и выпили бы вы, например, или ваши, значит, дети, или знакомые в этом сквере, и вас, значит, застукали, то вот эти же уважаемые люди, они бы включили вот такого, знаете, котик с губами человеческими, который в ТикТоке говорит. Вот они бы таким голосом сказали. Выпивает в сквере, где дедов защищали память. Вот таким голосом они бы проклинали вас. То есть вас бы, нахуй, разорвали и изувечили за то, что вы покусились на святыню. В Тюмени чиновники отчитались о лечении человека. Жена, значит, пожаловалась в департамент здравоохранения, что проблемы имеются с вызовом врача и с лекарствами. Через месяц пришел ответ, что больной получает помощь в полном объеме, не пиздите, и к нему ходит не только терапевт, но и хирург. Вот, единственный момент заключается в том, что мужчина, чья жена жаловалась в департамент здравоохранения, уже месяц как скончался. Ну, с другой стороны, блядь, а что, может они к мертвому ездили? Никто же не может сказать. То есть их вызывают и говорят, что вы пиздите? Говорят, нет, мы реально на могилу к нему ездили. Да, каждый день терапевт и хирург приезжал. Ну, а что, мы же что, блядь, не православные люди, что ли? Мы, нет, мы поминали. Друзья, все меньше и меньше времени до Нового года, а в голове все больше и больше мыслей о том, как бы не уйти в минус при покупке подарков родным и близким. Да и вообще главная мысль, где бы деньги-то взять на эти подарки. Возьмите кредитную карту Visa Alpha Bank 100 дней без процентов и берите все, что вы хотите. По ней можно не только тратить эти деньги, но и даже снимать наличные, если кому-то вы хотите эти наличные подарить. С карты 100 дней без процентов вы можете снять до 50 тысяч наличными без комиссии в любых банкоматах России. Также ваша карта будет в течение всего следующего года обслуживаться совершенно бесплатно, если вы закажете и активируете кредитку до 31 декабря. И самое главное, 100 дней без процентов – это тот период, когда вы можете совершать абсолютно любые покупки по своей карте, и они не будут облагаться процентом или комиссией. Можете даже без процентов закрыть кредит другого банка, если такое у вас имеется. Оформить эту красную карточку можно на сайте Альфа-банка буквально за пару минут. И вам ее доставят совершенно бесплатно на следующий день. Ссылка в описании. Дальше по Святой Руси мы продвигаемся. Значит, Новокузнецка, мэр Новокузнецка, значит, Сергей Кузнецов пришел в программу «Утро с мэром». Ну, вы знаете, да, что на региональном телевидении есть такая традиция, значит, на подконтрольных местным управителям, значит, каналах всегда вот такой есть программы, где сидят журналисты и, значит, задают острые вопросы мэру. Ну, там, Иван Иванович, а вот в селе Пердулькино говорят, что мост вы починили. Врут? Нет, починил, да, из собственных средств. Такие вопросы острые, блядь. Ну, с трудом, но отвечают, значит, мэры. И вот Серега Кузнецов, значит, мэр Новокузнецка пришел в эфир, вот, и во время обсуждения транспортной реформы он плюнул нахуй на пол. Потом выяснилось, что у него, блядь, выпала пломба. Ведущий Ростислав Бардокин заявил изданию «Подъем», что не понимает, почему в соцсетях мэра обвинили в бескультурщине. У человека во время эфира выпала пломба. Я не понимаю, о чем вообще речь идет. Когда эфир закончился, я спросил его, и он ответил, что у него выпала пломба. А если бы у него выпал зуб, я пытаюсь понять, в чем проблема. До этого у нас много чего в эфире происходило. И кружки роняли, и я со стула падал. Но тут просто вообще ни о чем история. Ну, действительно, вы знаете, в принципе, я работал на телевидении. В первый же день меня вызвал начальник на НТВ. Сказал, Серега, значит, Марита, традиция такая. Все политики, которые будут приходить тебе в эфир, будут плевать на пол. Это древняя, значит, традиция на Святой Руси. Некоторые срать будут. А особо, значит, такие крутые могут и блевать прямо в эфире. Поэтому здесь никого в бескультуре нет. И ты сам можешь тоже ебнуться со стула. Вот, я сказал, что я, пожалуй, воздержусь. Поэтому у меня и все эфиры стоячкой были. Да, я там стоял, опираясь за стойкой, чтобы не ебнуться со стула. Вот, ну, еще что хочется сказать ведущему Ростиславу Бардокину. Ростислав Бардокин, ну, вообще, знаете, вы, конечно, вот по отмазкам своего начальства просто чемпион мира. Я представляю, если пердак у какого-нибудь вашего начальника отвалился в эфире, вы бы тоже сказали. Ничего такого, ну, отвалился пердак у него. Ну, что, он просто хотел, блядь, полетать и как бы в Новокузнецк осмотреть. Потому что, ну, спутники-то, блядь, не добивают некоторые уголки, Новокузнецк не видны. Вот, полетал на силе собственного пердака. Начальник трудовой инспекции Крыма Игорь Зворский, значит, было совещание в ВКС. Это видеоконференц-связь, где чиновники сидят и, значит, общаются друг с другом. Вот, и, значит, у него был включен микрофон, а он в этот момент, значит, с кем-то говорил по телефону и сказал... Вот что он сказал. Ну, это что, какой-то закон, что-то он там начал мне, блядь, рассказывать. Игорь Валентинович, отключите микрофон. Какой-то закон он стал мне, блядь, рассказывать. Помощница Зворского сообщила изданию «Подъем», что за включение и выключение микрофонов на совещаниях отвечают технические специалисты правительства Крыма. Игорь Валентинович разговаривал с заместителем министра ТУРДА. Он и до этого инцидента разговаривал и давал указания, но его никто не слышал. Почему именно в этот момент сегодня включился микрофон, это вопрос к техникам. Ну, действительно, там матом наебнул начальник, а виноваты, сука, техники. Охуели, что ли, блядь, включать, сука, микрофоны? Он, блядь, на самом деле говорил интеллигентным русским языком. Они там обсуждали Тургеневу, Достоевску, великую русскую литературу. Потому что понимали, что выключены микрофоны. А вы, спадлы, специально включили микрофон, он сразу начал, блядь, за хуй, на хуй. Такая реакция просто у чиновника. Так-то в нормальной жизни он общается, как мы с вами, на чистом, хорошем русском языке. Использую такие слова, как нарратив, блядь, протуберанец, бифуркация. Ну, такие нормальные слова, о которых мы с вами же говорим каждый день. А вот это, блядь, на хуй, за хуй, только когда случайно микрофоны включаются, это рефлекс. Ну, я, кстати, смешную охуенную историю расскажу. Когда я делал первое в интернете интервью-шоу, значит, оно называлось My Night Live, так же и шло в прямом эфире. Я на первом, значит, эфире, когда там настраивали звуки, уже все было выведено онлайн, значит, мы ждали гостя. Им был Никита Сергеевич Михалков, кстати. Вот, я, значит, пошел в туалет писать и в полном микрофонном обвесе был. Вот. Вот тогда я и сказал, блядь, на хуй, ебаный в рот. Ну, потом уже. Дмитрий Олегович Рогозин показал, как начинается свое утро. Начинает он утро со стрельбы в тире. Дмитрий Олегович, мы поняли. Не надо нам два раза объяснять. Мы не долбоебы. Роскосмос – это одна из ведущих организаций России. Илон Маск – говно. Машина его, ебанина, красная, блядь, хуйню какую-то, ебаную коробку отправил в космос, блядь. Мы ему на спину ссали. Что еще? Ну, как бы он неэффективен, потому что госденег ему поэтому, вернее, не дают. Деньги дают только мудаки, частные инвесторы. Наши ракеты летали без всяких, блядь, Илонов, Масков, сраных. Вот. Все я по темнику сказал? Вроде все. Вот. Спасибо. Да. В Мурманской области глава города Мончегорска Дмитрий Староверов торжественно открыл в интернате для престарелых и инвалидов лифт. Вот, значит, ленты, шарики, вот эти фотографии, значит, это Россия, 21 век, торжественное открытие лифта. Представители Староверов сказали, что ленту и шары придумывал не глава города, он просто согласился. Ну, действительно, он нормальный мужик, вот, а как бы он когда открывает там туалет, например, или холодильник, или, блядь, что он еще там может открыть, дверь у себя в спальне, он же шарики, блядь, не навешивает, правильно? Это вы, блядь, какую хуйню навесили, заставили мэра выглядеть странным, блядь, просто глупым каким-то образом. Вот эта новость просто года охуенная. Значит, есть такой самолет судного дня Ил-80, это американцы назвали таким образом этот самолет, когда, значит, начинается атомная война, высшее военное руководство, высшее руководство страны, забирается в этот самолет и нахуй улетает в какое-нибудь безопасное место, он полностью защищен от радиации, значит, у него там своя индивидуальная связь, хуё-моё, я в этом, честно говоря, там глубоко не разбираюсь, знаешь, что это суперкрутая вещь. Ну и, собственно говоря, Ил-80 такой наш перегнали на аэродром Таганрог-Южный для, значит, обследования, починки, там, чека по всей хуйне. Самолет доставлен на аэродром для очередных плановых работ по модернизации и продлению ресурса. Позднее при его осмотре были обнаружены следы вскрытия грузового люка, блядь. Из отсеков самолета пропали 39 радиостанционных блоков и еще 5 плат из 5 таких же демонтированных блоков. Инженер по эксплуатации воздушных судов отметил, что при приемке самолета все были приборы на месте, а после окончания работ по замене смазки на штоках амортизаторных стоек шасси и, значит, во всех запечатанных люках были обнаружены, значит, следы пальцев и следы ног. Ну, что хочешь сказать? У нас вообще все вот как бы наши тайные вещи, типа самолетов вот этих, блядь, судного дня, там, они все защищены от пиндосов, там, от террористов. Хуй кто пролезет, кроме, блядь, нашего родного дяди Васи, который решил опохмелиться и говорит, а чё, блядь, денег нихуя нет, блядь. Да какой-то, блядь, самолет пригнали, блядь. А чё за самолет, хуй кого судного дня, блядь. Нам прокурорские ездят, ебать их в рот, блядь. Давайте спиздим, блядь, чё там, хули нахуй прокурорским такой смысл судного дня, ебать, судья, блядь. У нас судья, вон, блядь, сука, на лошади есть, а у них в Москве, блядь, на самолете судный день, нахуй. Давай, блядь, сука, судный день, блядь. И всё. Обратите внимание на это видео. Видите, да, афроамериканцы танцуют, значит, бьют в там-тамы, играют в непонятные, неведомые мне игры, такие, как перебрасывание огромного оранжевого мяча, блядь, в ванне. Хочу сказать, с говном, но с водой, на самом деле. Ну, казалось бы, это какие-то, может быть, против расизма, какое-то там мероприятие в Америке, там, Black Lives Matter и так далее. Оказалось, в Сибири прошла Афро-Олимпиада, сука, организаторы назвали её чёрной и специально привезли в Томск 40 иностранцев, блядь. Перед началом турнира спортсмены танцевали национальные танцы и призывали богов, блядь. Название дисциплин, афро-бадминтон, афро-баня по-чёрному, одиночное водное поло. Весь этот ад сопровождал бой барабанов. Устроили соревнования ради промо местного спортивного комплекса, сообщает издание Мэш. Ёбаный пиздец. Ребят, блядь, в спортивном комплексе у меня один вопрос. А вот это как у вас, блядь, происходило-то, блядь? То есть, ну, я же понимаю, как сидели, дайте промо сделаем. Вот когда человек, а ведь это именно так было, когда человек произнёс фразу, а давайте, блядь, негров привезём. Вот самый главный начальник, он когда это услышал, почему он не задал вопрос, нахуя, блядь, нахуя их сюда везти, блядь, зачем? Что ты будешь этим промоутировать? Ты что, если у нас, блядь, будет афро-олимпиада, к нам на следующий день спортивный центр, вся Африка, блядь, приедет, бабульки, блядь, будут отгружать нам? Нахуя ты это, блядь, предлагаешь, дебил? Пиздец. Сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по городу Москве задержали злоумышленника, занимавшегося хищением денежных средств под предлогом их магического, сука, привнаживания. Предварительно установлен, что мужчина занимался так называемым клонированием денег по отработанной схеме. Для совершения ритуала он использовал купюру потенциальной жертвы, собственную банкноту такого же номинала, бумажные заготовки и химический раствор. Незаметно соединяя две купюры, аферист произносил заклинания, обливал их жидкостью, которую называл волшебной. Затем демонстрировал клиенту якобы удвоенную сумму, убедившись, что человек верит в реальность обряда. Злоумышленник проделал такой фокус со всей пачкой денежных средств и подменял их на фальшивые, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. При попытке хищения более 22 миллионов рублей у очередного, обратившись к нему гражданином, маг был задержан сотрудниками полиции в квартире на Хорошевском шоссе. У меня вопрос не к магу, блядь, маг охуенный. Жалко, что он не обоссывал просто эти купюры, блядь, и потом их не то что не удваивал, а не учетверял. А если обосрать, то и ушестерю. Вот вопрос человеку, который хотел увеличить 22 миллиона рублей. Блядь, если у тебя есть 22 миллиона рублей, я допускаю, что ты не совсем мудак. То есть ты, блядь, где-то их заработал. Ну, 22 миллиона рублей, дохуя, реально. Если ты научился зарабатывать 22 миллиона рублей, нахуя ты пришел к магу, чтобы сделать из 22, 44? Блядь, у меня в голове это не укладывается. Есть, конечно, версия, что это какой-то был совсем имбецил, который 22 миллиона насобирал по знакомым, и с этим мешком денег пришел, чтобы удвоить до 44, раздать и долги, и еще 22 заработать. В это, кстати, я верю, потому что русские люди, они умные очень, находчивые. Таких я точно знаю. В Татарстане журналистам показывали робота от медицинского центра в Иннополисе. Или в Иннополисе. Робот-дезинфикатор с ультрафиолетовыми лампами. Во время презентации для журналистов робот зажег все свои лампы, после чего у журналистов начались проблемы с глазами. Типа роботам говорят, не смотрите. Да ладно, пизду, блядь, железные нахуй. Че там, мандиш-то, не смотрите на меня. Да иди нахуй, блядь, вам пиздарики. Блядь, эти люди ослеплены. Я недавно вел разговор с сотрудниками компании Apple России, которые мне рассказывали, значит, что их новый телефон поддерживает 5G. Это сейчас нихуя не реклама. И говорят, вот, к сожалению, пока 5G в России нет. Я говорю, да и не будет нихуя, потому что вы заебали нас чипировать-то ебаным этим 5G. И вот действительно, в Нижегородской области жители перекрыли нахуй дорогу, чтобы остановить подключение вышек 4G, а не 5G. Значит, про 5G они нахуй нихуя не слышали. Значит, а в 4G они знают, что тоже облучают яйбу. Даже вот кот насторожился. Поэтому они перекрыли трассу, сказали, идите нахуй своими 4G в ротах ебали. В связи с этим хочется вставить шутку, главную шутку этой недели, что хорошо бы мне вакцина попалась с жидким чипом, потому что, блядь, хочу, чтобы мной управлял Билл Гейтс. Сам я уже нихуя не вывожу. Есть такой французский бренд, Кристиан Диор. Очень известный и уважаемый в мире высокой моды. Значит, вот он засудил магазин в смешные цены. У Метро Сходинская, блядь. В смешных ценах, значит, они продавали паль, как нормальные люди, потому что на нормальный, на настоящий Диор сегодня ни у кого денег нихуя нет, поэтому на Метро Сходинская продавали паль. Вот, значит, и Диор предъявил им иск, значит, теперь магазин смешные цены должен Диору 439 500 рублей. И я предлагаю смешные цены переименовать в магазин Аббас Сака. Дмитрий Бончуков, житель Пензы, значит, назвал своего ребенка маркетинг. Зачем? Значит, житель Пензы утверждает, что назвал своего сына маркетингом, чтобы стать отцом маркетинга. Что хочешь сказать тебе, Дим? Сын вырастет годастей пизды, конечно. Потому что с этим именем, я считаю, просто у него проблем вообще не будет ни в детском садике, ни в школе. То есть, его никто не будет травить. Ну, а он, когда вырастет, он тебе, конечно, за это отомстит. Ну, я думаю, что и жену, конечно, тебе надо переименовать в родину, чтобы он маркетинг отставал с утра, там, говорил Родина, мать! Вот так, например, у вас будет охуительная семейка, блядь. Отец маркетинга, родина, мать, ну, и сын маркетинга. Нормальное русское имя. Ёлку установили у культурно-спортивного центра в Тикси, это в Якутии. Ветер был 40 метров в секунду, и, значит, вот, обратите внимание, что получилось, да, вот это вот видео. Значит, вот... Люди, значит, Дед Мороз, звери, блядь. Вот это все, мне кажется, что это отличная иллюстрация, блядь, к блогу Minife Live. Сука, забывающий ветер, блядь. Ёлку, которую нахуй носят. Исы, люди одетые, блядь. Сука, в костюмы оленят, блядь. Танцуют, блядь, в ужасе. Хтонь, блядь, свист ветер, снег. То есть это просто реально, блядь, лучшая иллюстрация к моему блогу, блядь. В Москве прошла премия Рунета. В номинации государства и общества победил YouTube-канал Росгвардии. У канала всего 62 тысячи подписчиков. Ну, я, конечно, болел за канал ВСИНА, скажу вам честно. Петербургские ювелиры создали респиратор из белого золота и бриллиантов. Вот посмотрите, как это уебанство выглядит. Изначально фирма не думала, что на их новинку найдется покупатель. Но, как рассказал директор ювелирной компании, респиратор делали ради того, чтобы стать первыми, кто реализовал эту идею. Ну, действительно. Помните, как-то в одном из моих старых выпусков был завод, который вертолетный, который сделал первый в мире, значит, самый большой в мире вертолет из колбасы. Как будто кто-то, блядь, еще хуярил вертолеты из колбасы. Вот. Ну, и здесь вот Дмитрий Кузнецов, директор ювелирной компании, он считает, что, блядь, они опередили, конечно, время. Потому что дохуя ж, блядь, людей, которые просто спать не могут, чтобы не ебануть респиратор из бриллиантов и золота. Но самое удивительное, конечно, не в том, что люди производят вот такое вот, с позволения сказать, искусство, а то, что нашелся желающий приобрести роскошное изделие, но пожелал остаться анонимым. И понятно, почему. Понятно, почему. Я тоже иногда делаю странные вещи, пукаю в лифтах, вот так делаю иногда. И мне очень стыдно, и я сохраняю анонимность после того, как совершил хуйню какую-нибудь. Я специально, кстати, сказал, что пержу в лифтах, чтобы вы, когда видите меня, не заходили. Со мной в лифтах я боюсь ковидных пиздец. А мне сказали, что в лифте ковид прям циркулирует очень быстро. Поэтому я специально говорю, если вы меня увидите, заходящий в лифт, нет, заходите со мной. Если вы не очень, может быть, вы просто самые верные фанаты, вам похуй, что дальше случится. Пенсионер захотел кофейку попить, блядь, и Борис-то ему говорит, вот вам, собственно, маска, и у вас нет, вот масочку дайте я вам дам масочку. Что было дальше, как говорится, дед, блядь, палка. Не нахуй, палка, блядь. Сам хуйню этот на мордик носи, блядь. Вот такие пенсионеры у нас, блядь, сука, это очень смешно, блядь. В Челябе пьяный, блядь, сержант, в форме подполковника напал на сотрудников ГИБДД, блядь. Чувак, короче, бухой, блядь, шел, откопал форму подполковника, надел, блядь, пошел искать, значит, ну, блядь, на жопу по приключению, увидел, как у какого-то мужика оформляют ГИБДДшник, подошел, уебал одному из сотрудников, второму, блядь, его скрутили, блядь. Сержант задержан, выясняет, где он взял форму подполковника. Блядь, сука, это очень смешно, на мой взгляд. Блядь, почему он нахуй, блядь, надел форму подполковника? Пойду ментов пиздить, блядь. Сука, долбоев ты, блядь. Коротким новостям из жизни звезд. Собственно говоря, суд оштрафовал Бледовый дворец в Питере после выступления Басты на 480 тысяч рублей, а также вице-губер Питера, как вы помните, призвал туристов не приезжать в город. Нахуй не нужны нам туристы, у нас и так ковид, без вас говна хватает, собственно говоря. Московский Адреналин Стадиум после концерта Кипилова тоже опечатали. Им грозит штраф до полмиллиона рублей, закрытый на 90 дней. Шнур объявил о том, что он бросил пить. И Павел Дуров, удивительная вещь, он раскритиковал российские СМИ за неверный перевод. Значит, что сказал Дуров? По его словам, издание все чаще публикует недостоверные цитаты, подписанные моим именем. Например, русский Форс перевел мою вчерашнюю фразу о богатстве. Таким образом, значит, что однако это богатство, то есть никогда не делало меня счастливым. На самом деле я имел в виду, однако не это делало меня счастливым. Вот. Менее авторитетные издания пошли дальше, вынесли некорректный перевод заголовок. Хуё-моё. Ну, я что хочу сказать, что Дурову, конечно, лучше было молчать, когда вот он ходил в чёрном и на все вопросы значительно делал вот так. И бейсболку поправлял. Это было, конечно, ему лучше, но потом он познал жизнь, что лучше жить одному, не есть мясо, у него бейсболку снял, у него отросли, как мы помним, пышные волосы. И он стал говорить на английском. Вот простой советский школьник запиздел на английском, то есть, он решил, что он не только немножко Стив Джобс, но и дохуя писатель Набоков, который, как мы знаем, лучше изъяснялся на английском, чем на русском. Вот такие у Пашки теперь проблемы. В Риге, в Латвии, мужики украли индюка из местного парка развлечений, добавили его водкой, поехали с ним в Юрмало, блядь. Да чё ж, блядь, они остопиздили друг другу, что им нужен был индюк, потому что не с кем было попиздить по пьяной лавочке. В Германии с вершины горы пропала двухметровая статуя в виде хуя, кто-то подарил, видимо, жене или сестре. Депутаты Европарламента от Венгрии поймали на нелегальной геевечеринке, значит, он там ебался с мужиками. Вот, ну как бы ебался, ебался, что тут такого, но оказалось, что он член консервативной партии, которая добилась запрета на однополые браки. От себя хочется добавить, что это такая очень древняя традиция, праведников и моралистов всегда ловят на шлюхах и прелюбодеяниях. Хуйню сказал, блядь, в смысле я имею в виду, блядь. Кандидат по имени Адольф Гитлер победил на региональных выборах в Намибии, бывшей немецкой колонии, переживший геноцид. Адольф Гитлер у Нона, на выборы он официально шел под именем Адольф Г. У Нона, получил в своем округе 85% голосов. А его соперник 14,88% голосов. Друзья, пару недель назад я у себя в инстаграме написал, что год очень тяжелый, ну, хуевый год, если честно. И те, у кого дела идут чуть получше или хорошо, должны помогать тем, у кого дела идут плохо или там чуть хуже, чем они бы того хотели. И, собственно, я выступил с такой инициативой, редакция Минайф Лайф будет собирать интересные проекты со всей России. И я их буду рекламировать у себя на ютюбе и в инстаграме совершенно бесплатно. То есть, я не беру за это никаких денег, никакого бартера, вообще ничего. Просто проекты, которые присылают читатели, мы смотрим на них, смотрим, что о них пишут. И, собственно, выбираем. Вот сегодня первая такая история. Я хочу очень быстро вам рассказать о четырех проектах. Первый проект называется «Дом троллей». Он находится во Владивостоке. Это детский центр. Долгое время ребята не работали из-за того, что были ограничения карантинные. И на Новый год они проводят мероприятие на 20 детей. Зайдите в их инстаграм, посмотрите. Их все местные очень хвалят. И поэтому мы их тоже поддерживаем. Второй проект, который называется «Russian Grannies». Это бабушки и дедушки со всей страны. Они вышивают всякие разные изделия, которые можно купить. Проекту два года. На сегодняшний день там 110 участников. Это, значит, бабушки, пенсионерки. И многие из них с помощью этого проекта освоили WhatsApp, Instagram, научились фотографировать и отправлять посылки. Зайдите, посмотрите, что они делают. Крайне прикольные вещи. Следующий проект – это уже «Москва в кофейне», которая называется «Витя Кэп». Все хвалят, что там очень хороший кофе, но помимо того, что там пиздатый кофе, ребята с каждой чашки кофе жертвуют 2 рубля с собачком из helpdog.ru. Я тоже думаю, что это хорошая социальная история. И следующий проект называется «Каток PlayThings». Это магазин игрушек от семьи графических дизайнеров из Питера. Очень похоже на советские игрушки из моего детства, только сделаны достаточно красиво, круто и хорошо. Ну, советские игрушки тоже были хорошо сделаны. Не все, правда, многие были сделаны говеные. Сделаны хорошо. Хорошо, вот сайт, вот ссылка на Инстаграм, зайдите, посмотрите и еще раз присылайте проекты, чьими услугами вы пользуетесь. Может быть, взайм такой проект, который делает хорошие приложения или какие-то хорошие площадки. Вы хотели, чтобы о вас кто-то узнал, денег у вас нет. Естественно, хуя никто вам не помогает, поэтому присылайте это сюда. Дядя Сережа вам поможет, ну, чем сможет, как говорится. Спасибо. В цитате дна выступает у нас пресс-служба губернатора Кемеровской области. В Кемерове, значит, обрушился потолок нового детсада замок детства, на который строители, значит, потратили из бюджета 364 миллиона рублей. Неделю назад в присутствии губернатора, значит, открывали этот замок детства. Сергей Цивилев рассказывал, что здание создает у детей ощущение сказки. Через неделю потолок нахуй осыпаться стал, вот, пришли родители, засняли это на видео, вот, обратите внимание. И в пресс-службе губернатора что сказали-то? Обрушение потолка это слишком громко сказано. Ну, посмотрите на эти осколки, действительно, хуйня какая-то упала, не потолок, а так просто, ну, максимум двух человек бы убило, хуйня. Вот, значит, частично упала штукатурка. Причем здесь губернатор? Это детский сад, который относится к ведению муниципальных властей. Он открывал не один, а вместе с главой города. Объективно есть разные зоны ответственности. Ну, то есть, да, нет бы, чтобы сказать, там, детей жалко, могли пострадать, ёбаные в рот, как жалко. Они сказали, что мы вообще не при дела. Вот. Ну, и действительно прав Сергей Цивилёв, когда он сказал, что создаёт у детей ощущение сказки. Дорогие дети, жизнь в России, на Святой Руси, это правда сказка. Мне есть всякие совершенно герои, там, и царевны, жабы, и змеи, которые ебут гадюк, и как бы прекрасные принцы. Но сказка эта, честно говоря, зачастую страшная. Поэтому готовьтесь с детства. Здесь вас губернатор не наебал. Дорогие мои, 336 тысяч, уже почти 340 тысяч подписчиков. Спасибо вам большое, что смотрите канал. Спасибо, что подписываетесь на него. Тра-та-та, ля-ля-ля, значит, нажимайте на эти все, блядь, ну, мигалки, хотел сказать, на спецсигналы. Вот. На колокола, и, в общем, всё будет хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok